Субтитры делал DimaTorzok 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 Так вот, с другой стороны, мы говорили о том, что в этом проявлении намерения присутствует некоторая сознательность. И казалось, что говорить ли о том, что здесь есть сознательность или говорить ли о том, что здесь есть воля, что это одно и то же. Да, что в этом просто разный способ говорения об одном и том же. И вот я задумался и понял, что вот здесь некого рода тонкость, при котором сознательность не обязательно... То есть характеристика поступка со стороны своей сознательности не обязательно приводит к характеристике этого поступка как свободного, да, то есть который может иметь характеристику доброго. То есть можно быть сознательным, да, и при этом связанным по рукам и ногам, то есть не иметь, не обладать волей, не обладать возможностью и способностью что-либо совершить. То есть, допустим, мы находимся в некоторого рода стеснённой ситуации, да, где у нас нет никакой возможности, никакого выбора. И мы действуем только как вот единственный способ, каким нам доступно. Хотя мы и осознаём, что тот способ, каким мы действуем, является вредным, но мы ничего сделать не можем. И вот такого рода вред, да, при сознательном отношении к делу не является злом. Потому что, ещё раз говорю, что зло и добро, они обязательно характеризуют нашу свободу. Если нет свободы, то нет и нравственности, да, и нет вменения вины или вменения заслуги, да. То есть только то действие нравственно, в котором присутствует свобода. И даже если это действие сознательное, а свободы в мире не присутствует... Как это может быть так, чтобы не было свободы? У тебя есть всегда свобода умереть. Вот смотри. Свобода всегда оставляется при тебе. Вот здесь действительно присутствует тот самый тонкий момент, что, как нам кажется, у человека всегда остаётся свобода умереть. Но, вот, например, как возможно тогда рабство? Потому что, казалось бы, если бы человек так дорожил своей свободы, он никогда бы не стал рабом. Он у жизни дорожит больше, чем свободы. Правильно. Именно поэтому само рабство доказывает, на самом деле, что это только кажется, что у человека есть всегда свобода, как ты говоришь, умереть. На самом деле человек всегда выбирает. Вопрос, какой человек? Это понятно. Поэтому не всякий человек может сделать рабом. Но тот человек, который стал рабом, он выбрал между двумя видами зла. Между злом умереть, допустим, и между злом, меньшим злом. Чтобы выжить, но оказаться зависимым. Свобода нас всегда же требует некоторого подвига, некоторого усилия, напряжения. Это всегда. Не бывает такого, чтобы катиться под горку и при этом совершать свободные поступки. Это невозможно. Это всегда какое-то восхождение. Всегда это трудоемо. Почему? Потому что это свобода. То, что свобода всегда требует выбора, требует анализа этого выбора, взятие ответственности за этот выбор, за все последствия этого выбора и так далее. Можно бесконечно это обсуждать. И почти всегда свобода сопряжена с риском. Но поскольку существует, еще раз говорю, такая вещь, как рабство, и это реальность. Мы сейчас не обсуждаем каких-то идеальных людей, титанов, святых каких-то. Нет, ты не понял мою мысль. Мысль заключается в том, что если даже не брать рабство, а просто любой пример, вообще любой, самый обыденный, то даже в нем, для того, чтобы совершить свободный, скажем так, большинство людей предпочтет не совершать свободный этот поступок, и не прилагать усилий, а пойти по наклонной, но без усилий, не напрягаясь. И так в жизни мы это видим на каждом шагу. Для этого совершенно не нужно такие крайние примеры брать, как просто. Понимаешь, в чем разница между этикой, о которой мы говорим, которая должна быть мощь реализована точно так же, как техническое какое-нибудь новшество или техническое изобретение, для этого этика должна быть реальной. Она не должна опираться на формальную возможность быть свободным в любой ситуации. То есть ты можешь остаться свободным в силу просто того, что у тебя есть последняя свобода умереть. Понимаешь, это этика, где подразумевается, что человек готов умереть, на самом деле. Это этика каких-то отдельных, очень малого количества людей. И она никакого отношения к реализации этики не имеет, поскольку люди в массе своей не идут на смерть. Ну вот совершенно простой пример. Вот Антон. Есть для того, чтобы совершить свободный поступок, например, заняться философией, пойти на семинар, поехать в поход, ну вот, друзья, ну, совершить некие усилия. Я понял, при чем здесь это-то? Ну вот, Валя, давай так вот так вот, держишься к некому уровню. Вот есть некого роду уровень, либо мы на кухне сидим там и обсуждаем какую-то ерунду, там, какой-то один какой-то человек, другой какой-то человек. Примеров можно придумать много. Формальный разговор состоит в следующем. Ты предсчитаешь, что можно, подожди, что можно. Вот это неправда, с точки зрения реализации этики. И это не так. Нет, это не так. Это все равно, что сказать человеку, допустим, выборить между тем, чтобы он полетел, и тем, чтобы он в землю зарылся. Есть у него такой выбор, вот, полететь. Вот, полети, вот я тебе предлагаю такой выбор. Все, купи билет на самолет и лететь. Ну, понятно, как бы. Я же имею в виду, что он встал и полетел. Нету такого у человека возможности полететь. Или, допустим, помимо нашей нравственности, жизнь более ценна, быть может, чем любая нравственность, поскольку нравственность – это в каком-то отношении все-таки теория, а жизнь – это на самом деле сама реальность. И ты предполагаешь, что люди… Только бы жить. Нет, ты люди… Ну, правильно, ты говорю, что ты, как филистер, как филистер, все это бесконечное христианство, которое говорит одно, а сама ничего не исполняет, потому что фактически она говорит о том, что надо идти на крест, и что-то я не вижу, чтобы на кресте за 2000 лет так много народа побывало, кроме первых христиан, которые, на самом деле, поняли изначальную интенсию. Поэтому не надо придумывать теории, которые невозможно осуществить. Жизнь, на самом деле, она всегда подрападает… Всякий раз, когда жизнь сталкивается с невозможностью осуществить некого рода теорию, воплотить ее в жизнь, жизнь всегда подозревает, что теория неверна. Понимаешь? Потому что отдавать свою жизнь за какую-то там теорию, как бы, это, скажем так, мягко говоря, глупость. Быть может быть, эта теория неверна, скорее надо задуматься об этом. Но даже дело-то не в этом, дело в другом состоянии. Если бы ты знал, что ты говоришь, какой это отстойка просто. Потому что ты, даже соприкоснувшись с истиной, если это истина, действительно истина, если эта истина потребует некоторых усилий, ты объявишь ее не истиной, только потому что она требует усилий, ее достижения. Еще есть усилий-то. У тебя же так получается. Нет, у меня не так получается. У меня получается так, что если твоя теория говорит что-то такое, что не согласуется никак с жизнью, то я подозреваю, что теория неверна, а не жизнь. Но если говорить о теории христианской, что надо обожиться, на самом деле, а я смотрю, что это не получается в массе своей, то я буду подозревать, что, может быть, цель неправильно поставлена. Что такую цель ставить нельзя. Ну я об этом говорю. Хорошо, это давай обожиться. Я говорю, когда я сказал, что давай полети, ну давай, я тебе другую цель поставлю обожиться. Ты целыми днями бьешь баклуши, ничего не делаешь, занимаешься только удовольствием с вами. Я тебе предлагаю, давай, занимайся обожжением. Всякий раз, когда я слышу всякого рода героев таких, которые на словах хотят, думают, что они готовы жизнь отдать за идеал, я, по факту, на самом деле, я вижу просто лентяй, которые ничего не хотят делать. Понимаешь? Мы будем только тогда делать, когда дело дойдет до героизма. А вот пока до героизма не дошло, мы будем лежать, как бы, почесывать и там, и ничего делать не будем. Ну, это же говорит только о том, что люди не хотят прилагать усилия. Причем здесь вообще люди? Почему я не обоживаю? Я тебе говорю о реальности. Не прилагаю усилия. Хорошо, не прилагать усилия, это значит, это... Это значит, выбирать рабство вместо свободы. Нет, это не так. Вот так вот это не так. Совершенно не так просто. Есть просто свое родное... А ты хочешь сейчас обосновать такую теорию, что, выбирая рабство, ты видеть или поступаешь, что это необходимо? Ничего я такую теорию не хочу обосновать. У тебя просто не хватает, как бы, некоторого рода предвидения того, что я хочу сказать, как бы... Я совсем не об этом говорил. Я говорил о том, что сознательности для того, чтобы поступать нравственно, недостаточно. Только одна сознательность мне-то не дает никакой свободы. Можно быть свободным, можно быть где-то закабаленным, сознательным, и при этом не свободным. Да, можно все понимать, и при этом быть рабом. Я согласен. И все, и весь твой экскурс тогда к чему был. Если я только-только об этом говорил. Я тебя не допонимал. Ну, правильно. Я же я о том и говорю, что ты как-то непонятно, что говоришь, как бы, к чему это все, я тоже не понимаю. Вопрос был простой, на самом деле. Можно ли считать, на самом деле, что сознательное осуществление ликой пользы является добром? Я тебе говорю, что нет. Потому что можно быть в сознании, констатировать все происходящее, свидетельствовать о своей ситуации, свидетельствовать о том, что на самом деле является ли данное действие вредом или там пользой. То есть быть полностью, раздавать отчет во всем, окружающем, во всех поступках своих, других людей и прочее. И тем не менее, никаким образом это не находиться в сфере нравственности. Потому что, поскольку отсутствует свобода, по разной причине отсутствует. Рак, допустим, по причине того, что его закабалили там, или человек, допустим, находящийся в такой ситуации стесненный, потому что просто у него нет другого шанса. Каких других возможностей или способностей нет. Конечно, еще раз говорю, что у любого есть способность уберить, но это не выбор. Очень хорошая мысль, что воли просто нет. Да дело не в воле, а дело в возможностях. Может быть, у него воля-то и есть возможности. Что воля, допустим? Вот раб, допустим. У него даже может быть и воля есть, и даже он все прекрасно осознает, осознает свое рабское положение, и даже готов с ним, может быть, и бороться. Но он понимает, на самом деле, и выбирает меньшее зло. Если он будет протестовать, то просто его убьют, и все, или там покалечит. И он выбирает, на самом деле, остаться живым и целым, чем свободным быть. По разной причине. Причины же могут быть не только связаны с его личной жизнью, может быть, связаны с тем, с другими людьми, с которыми он связан. Например, жена, есть и дети. Ему говорят, что если ты не будешь исполнять это требование господина, то пострадает твоя жена и дети, которые в заложниках находятся. Много может быть ситуаций совершенно различных. Потому что извращенность человеческого ума, которого умудряется человека заставить действовать в соответствии с чужой волей, может быть много. Так вот, раб, который действует во вред другим людям, но тем не менее действует не своей воле, а чужой. То есть чужая господская воля, которая, допустим, взяла в заложники и родственников, детей, жену, заставляет здорового человека действовать и действовать во вред другим людям. То есть, по нашему определению, вроде как приносить зло, но в силу того, что он действует не свободно, в силу того, что он действует по указанию другой воли, он на самом деле не совершает зла. Вот сколько фильмов-то есть про это. Что как человек связан как определенного рода боязнью, что с его родственниками, с его друзьями, не важно, любимой и прочее, что-нибудь может случиться, и он действует по указке чужой воли. Так вот, нам кажется, что этот человек, и мы даже в фильме понимаем, что этот человек не совершает зла, но мы даже сочувствуем ему, что он попал в такую ситуацию непростую. Кто совершает зло? Зло совершает та воля, которую руководит этим человеком. Ну, только скажи, что они согласны, но ты продолжай. Конечно, еще раз говорю, что всегда есть возможность умереть. Хорошо, если это касается тебя самого. Допустим, ты такой выдающийся герой, как бы ты не согласен поступить со своей свободой в любом случае. Что на самом деле смешно, потому что ты имеешь какую-то работу, и ты за кусок хлеба идешь и нанимаешься какому-то человеку, чтобы работать. Понимаешь? В каком-то отношении это ведь тоже частичное рабство. Это не рабство. В каком-то отношении к Бердяеву и ты раб, и любой. Нет. Как бы этот самый предприниматель при капитале был раб. Еще раз. Я не хочу сейчас отпускаться в пустые споры. Дело же не в этом. Я просто следующее в том, что ты согласен свою волю, свое время отдать в руки другого человека. Ты приходишь наниматься на работу, то есть ты согласен давать свою волю, продавать ее, продавать свою жизнь, продавать свой труд. Это и означает, что ты вступаешь в некого рода отношения не прямое рабство. Потому что рабство здесь, все-таки, когда мы говорим о рабстве, и речь идет о личном рабстве. То есть раб не обладает своей волей. Но в некотором отношении ты продаешь частично свою волю. И ты уже в этом в качестве в любой момент, в отличие от раба, настоящего, можешь отказаться от этого труда и разорвать контракт. И в этом как бы разница между свободным человеком и рабом. Только с тем, чтобы заключить новый контракт. Не важно. Просто вопрос к чему сводится. Вопрос сводится к тому, что много может быть ситуаций, при которых человек при полном осознавании своего положения, при полном осознавании действий, которые он совершает, понимая, что это зло, тем не менее, как бы не может противиться этому злу и совершает по указке чужой воли эти действия. Так вот, эти вот действия, совершенные по указке чужой воли, не являются злом. Понимаешь? Потому что человек, который совершает действия по указке господина, связан некоторыми обязательствами, может быть, перед другими людьми. И этих других людей, и благо этих других людей для него более дорого, чем на самом деле собственное благо. Если, сейчас говорю, еще раз говорю, что если он откажется от выполнения этих действий, допустим, погибнут его дети, или погибнет его, не знаю, там, жена, и так далее. Но я-то на самом деле к другому хотел вести. На самом деле, если мы понимаем вот в данном простом различии разницу между сознательностью и волей, то хотелось бы провести эту линию более четко. И если мы проводим эту линию более четко, то вот в связи феноменологически следующая вроде закономилась, что, конечно же, сознательность есть способ, каким мы различаем содержание феноменов нашего мира, которые нас окружают. И более того, сами в этом мире отличаем себя от всего остального. То есть, мы некоторым образом противопоставляем себя всему остальному. Мы сами себя осознаем и прочее. То есть, сознание является необходимым условием для того, чтобы вообще могло вступить в рассмотрение какого-либо рода различия, в том числе и различия, связанные с нравственностью. То есть, различия пользы и вреда, различия намеренности и непреднамеренности, различия свободы и несвободы и прочее. То есть, свобода, то есть, сознательность является необходимым условием возможности воли. То есть, без сознательности воли не может быть. То есть, иногда говорят о какой-то как это называется, бессознательный воли. При этом под волей понимает некоторую роду такую стихию, которая просто как танк надвигается и просто сминает все на своем пути. То есть, под волей понимает некоторого рода усилия. может быть усилие стихийное. Но вот такая воля на самом деле не является нравственной. Потому что эта воля является просто стихийной волей. Если вообще можно это называть волей, просто скорее здесь есть своего рода метафорическое какое-то иносказание, относящееся к тому, как мы понимаем, в чем состоит собственно воля. Потому что воля наша проявляется в двух вещах. с одной стороны воля есть способ, каким мы преодолеваем препятствия. Мы чувствуем воление, когда преодолеваем некого рода сопротивление. Если на пути нашего действия нет никаких препятствий, то мы даже, может быть, и воли не чувствуем. Если какое-нибудь наше действие совершается с легкостью и без всякого сопротивления, нагрузки какой-то, то мы не думаем, что в этом проявляется какое-то воление. А вот если вдруг препятствие возникает и надо это препятствие преодолеть, то мы сразу ощущаем это воление. То есть воление чисто феноменологически связано с ощущением преодолевания сопротивления. С другой стороны, воление связано с достижением цели. То есть когда мы ставим какую-то цель, потом к этой цели движемся. Второй способ валения это валение разумное. То есть это валение, которое требует сознательности. То есть первое валение можно еще как-то понимать в бессознательном смысле. Препятствие как стихийная воля. Она преодолевает просто препятствие как стихия какая-то, как вода разлившаяся или ветер, который дует. но в ней еще нравственности нет. А вот когда нравственность появляется когда есть постановка целей. И в этих постановках целей предподразумевается, что присутствует сознание. Потому что иначе мы не можем поставить цели. Потому что цель требует высокого уровня развлечения феноменов, размышления. требует личности. Требует индивиду высокого уровня развития. Чтобы можно поставить цели и к ней стремиться. Животные цели ставить не могут. Животные живут инстинктивно. У них есть постоянный круг необходимых действий, необходимого поведения, которое постоянно возобновляется по кругу. Они живут инстинктивно жизнью. А у человека помимо инстинктивной жизни есть жизнь сознательная с точки зрения постановки целей. Человек может поставить цель и к этой цели двигаться. Так вот поставить цель этого тоже недостаточно. В этом валении его роль играет движение к этой цели. В движении к этой цели возникает первый вид валения, который связан с преодолеванием препятствий. Во втором валении более комплексное такое. В нем участвует и первое валение. То есть первое валение просто преодолевание цели, а второе валение это постановка цели, и движение к этой цели подразумевает, что опять же иногда приходится преодолевать препятствия. Так вот, если у нас есть сознательность, и даже быть может мы поставили некую цель, но тем не менее мы не можем ее осуществить в силу разных причин, в силу рабства, невозможности, неспособности и прочее, то на самом деле мы тем самым не оказываемся волей. Потому что только воля свободна. И вообще говоря, само понятие воли относится именно к тому, что воля есть способ, каким мы реализуем свою свободу. то есть у нас есть свобода, которая характеризует нас как некие существа, имеющие потенциальные возможности, потенциальные возможности, которые имеют имеющие возможности на что-либо осуществить. А воля это тот способ материальный уже, который позволяет нам эти возможности реализовывать. Так вот, если отличие сознательности и воления состоит в том, что в волении существует необходимая активность, связанная с достижением цели. То есть сознательность, максимальный уровень сознательности это постановка цели. Но тем не менее даже в постановке цели мы еще этого, еще нет воления. То есть еще нет свободы. Понимаешь, на самом деле, тут вот, когда я это говорю, почему я немножко как бы, тут есть вот некоторые уговорки, необходимы, которые необходимо говорить. Например, в классической философии считается, что мышление в принципе находится в лоне свободы. И что уже просто мыслить, а поставить цели преподразумевают, что нужно мыслить. Что такое поставить цель? Поставить цель это означает значит мышление как бы указать в качестве некоторого рода идеи или некоторого рода плана какого-то или некоторого рода там ведь это цель уже ведь это нечто что еще не существует то есть она как бы существует в мире идеально выстроить некого рода идеальный конструкт который необходимо достигнуть. Так вот согласно классическому представлению уже в мышлении мы находимся в лоне свободы. То есть нам для этого для того чтобы быть свободными не нужно обязательно иметь возможность реализовывать эту свободу. То есть именно поэтому классическое понимание возможно быть сознателем уже достаточно для того чтобы быть нравственным. Начиная с Платона наверное нет не знаю начиная с Платона может быть Сократ считал что достаточно только осознать и все устроится. С точки зрения наших определений если ты сознателен но не обладаешь свободой для того чтобы свою сознательность воплотить соответственно что такое свобода не обладаешь не просто когда я говорю не обладаешь свободой получается немного странно потому что если мы мышление уже обладаем свободой как я могу не обладать свободой и что-то воплотить но я-то имею ввиду я имею ввиду о другой свободе не о свободе мышления. Я говорю именно о свободе, в смысле реализации, в смысле действий. Действий в этом мире. Недостаточно просто обладать абстрактной свободой мышления. Необходимо иметь возможность эту свободу реализовать реально, материально. То есть её осуществить и воплотить. Так вот, с точки зрения наших определений, именно поэтому, кстати, у нас добро конкретное, и поэтому отсюда намерение и прочее, прочее, отсюда польза и вред. То есть наше определение добра и зла, они подразумевают, что свобода, о которой мы говорим, она именно реальна. Это некий способ реализации вот этой абстрактной свободы, если так можно выразиться. То есть в классической философии, я не знаю, спутываются или нет эти две свободы. Потому что даже если мы имеем свободу мышления, то есть даже если мы что-то осознаём и делаем соответствующие выводы. Но если мы не реализуем активно, не живём в соответствии с этими выводами, то мы на самом деле не оказываемся в сфере нравственности. Но, с другой стороны, допустим… Я просто думаю, что у древних не было такого разделения. Древний человек, он как думал, так и делал. Это появляется, наверное, позднее уже в человеческой психологии, когда человек может мыслить одно, а делать другое. Ну, сознавать одно, а жить, поступая совершенно по-другому. Нет, смотри, тут есть такое трагическое сознание, о котором ты говоришь, когда сознание и действия не соответствуют друг другу. Другой структур. Так вот, это трагическое сознание не только сознание, допустим, раба, который не имеет возможности жить согласно своим сознательным представлениям. И это сознание такое, допустим, у ребенка бывает. Или у человека, допустим, больного, у которого его возможности… В советское время у всей страны такое сознание было. Не соответствует его… Да. Никто же в коммунизм не верил, а считал, что мы его строим. Ну, в общем, когда мы, еще раз говорю, что когда мы в практической философии, в сфере этики находимся, мы не можем оставаться вот в рамках определения абстрактной свободы, как свободы, которая нам дана в мышлении. Этого недостаточно. Необходимо как бы перейти к ее реализации. То есть мы как бы должны как бы уметь реализовывать свои идеалы, реализовывать свои, там, не знаю, там, проекты. И чтобы… О, слушай, подожди, перейдите. Бывает еще и наоборот. Смотрите, я привел к КМС, а там же было наоборот. Уже в сознании никто не верил в эти идеалы. А в жизни реализация продолжалась. Ну, как бывает. Бывает что-то в другом. Понимаешь, чем я говорю? То есть ты говоришь о том, когда человек что-то осознает, но уменит воле это реализовать. А бывает так, что все уже осознали, что это невозможно. Но реализация все равно продолжается. Я не понимаю, как это может быть, Валя. Ну, не может быть реализация продолжаться независимо от цели. Это означает, что просто что-то продолжается. Какое отношение оно имеет к цели? Еще раз говорю, реализация – реализация цели. Если цели нет, то что-то происходит всегда. Но никакого отношения не имеете к этому ни к чему. В Советском Союзе перестали строить коммунизм. Ну, что-то все равно происходило. Это не значит, что они строили коммунизм. Это означает просто, что как бы цель перестала быть целью. А люди все равно же живут дальше. Поставишь ли ты перед собой цель или не поставишь, ты все равно будешь жить, дышать, ходить, бродить, кушать и прочее. Какое-то отношение к нравственности имеется, опять же. Нравственность возникает только тогда, когда ты поставил перед собой цель и пытаешься ее достигнуть. Если ты цель перед собой не поставил, никакой нравственности нет, ты живешь обычной жизнью. Нет, я считаю, что в обоих случаях это безнравственно. Когда человек в своем сознании осознает какие-то там высокие цели, но у него нет воли их реализовать, это безнравственно. Это не безнравственно. И то же самое, когда человек продолжает работать на какие-то идеалы, разочаровавшись в них по каким-то причинам. Это тоже безнравственно. Еще раз говорю, первый случай – это не обязательно безнравственно. Я говорю, что если у человека есть свобода отказаться от реализации целей, то есть когда у него есть свобода, всякий раз нравственность только тогда возникает, когда у человека есть свобода осуществлять свою цель или не осуществлять. Если человек на самом деле осуществляет некую цель, но никакой свободы остановиться у него нет, у него нет никакой измерения нравственного. Человек бежит какую-то дистанцию и хочет добежать ее до конца. Тут нет никакой нравственности. Цель есть, а нравственности нет. Понимаешь? Потому что при чем здесь вообще нравственность? Нравственность – это же не любая цель, которую нужно осуществить, а цель, связанная со свободой. Только та цель – это, во-первых, со свободой. А вторая цель, мы всегда говорили, что нравственность связана не только с самим одним человеком. Она связана с тем, что твоя свобода должна осуществляться по отношению к другому человеку. Человек просто бежит, хочет добежать до конца дистанции. Нравственность здесь нет. Я по целям имел это не бегание на дистанции, какие-то идеалы. Нет, я просто беру простую цель, чтобы было понятно. Потому что если мы начнем идеалы обсуждать, то тут можно одни идеалы и другие идеалы. Вообще, идеалы вообще никакого отношения к реальности могут не иметь. Царство небесное, непонятно, что это такое вообще, где оно находится, как его понимать и так далее. Сиди здесь эти идеалы и выясняй. Я имею в виду, что простая цель – пробежать дистанцию. Ты поставил ее себе цель и поставил ее свободно. Но тем не менее, поскольку она не направлена по отношению к другому человеку, а это не нравственная цель, а просто цель. С другой стороны, ты поставил цель добежать до другого человека, потому что другому человеку плохо. Ты хочешь ему помочь. И ты поставил цель добежать до конца и помочь, понимаешь? И она стала нравственной. И та же самая цель добежать, понимаешь? Стала нравственной. То есть, нравственность – это не такая вещь, которая… Как сказать там? Мы, на самом деле, которая в повседневной жизни с нами случается постоянно. Она иногда случается. Иногда нет. Потому что вообще человек, я говорю, на острове живет, у него там вообще нравственные измерения нет. Как мы говорили. А живет, просто живет, действует. И цели ставит, самое интересное. И выполняет этой цели, понимаешь? И тем не менее, нравственности все равно нет. Или наоборот, человек может быть полон нравственности, желать всему миру добра, а сам цепями закован, понимаешь, как бы прикован к камню какому-нибудь. И все. И что он может? Он только может желать. Но желать этого недостаточно. Он добрый. Человек закован цепями. Он, может быть, с точки зрения внешней, и говорит по-доброму, и желает всему. С точки зрения осознанности. Да. С точки зрения осознанности, может, он самый главный, наидобрейший человек. Но у него нет никакой возможности свои намерения осуществлять. Вот, допустим. Вот, опять же, это пример более близких к жизни. Например, монах какой-нибудь. Сидит где-нибудь там, не знаю, на Афоне где-то в келье и молится. И, может быть, всему миру желает добра. То есть, осознанно все это делает. Там, спасается, в аскетизме находится. Так он нравственный человек или нет? Нет. Нравственный. А почему? Он сидит в эгоизме своем. Там, как бы, спасается, условно говоря. Даже если он молится за весь мир, то ведь он не просто молится за весь мир. А это именно он делает. Он подразумевает, что, прежде всего, как бы, его спасут. Монах, он не нравственный и не безнравственный. Он вне поля. Да. Получается так. Согласно этим определениям. Поскольку, во-первых, даже если его цель направлена по отношению к другим людям, но, тем не менее, он реально никак их не осуществляет, кроме как просто там… Нет взаимодействия с другими людьми. Да. Взаимодействия с другими людьми реальной нет. Этика невозможна. Да. Он вне этики находится. Он даже не этичий. У него даже измерения этого нет у него. Он просто находится в другом каком-то измерении там. Но тут, на самом деле, если брать конкретно такого человека, то все-таки есть еще Бог. И монах этот верит в Бога, а Бог – это другое существо. Нет. Я думаю, там смысл немножко в другом. Потому что сам монастырь, сами монастыри своим существованием оказывают громадное нравственное влияние на общество. Иногда безнравственное. А спортсмен, который показывает чудеса, там, я не знаю… Человеческих возможностей. Бегает быстро, прыгает. Не оказывает? Оказывает. Ну и что? А человек, который просто красиво одет, идет по улице, там… Не оказывает? Эстетически. Ну, а машина просто хорошо вымотает, да, там… Ну, а что тогда? Да. А при чем здесь тогда нравственность вообще? Ну да. Все что угодно может оказать истерика любой влияние. Ну да, даже красивый водопад оказывает. А почему? Потому что мы говорили, что нравственность связана с намеренностью, а не со случайностью. Да, да, да. Случайно может оказать влияние все что угодно. А дело, речь идет о том, чтобы мы своей волей оказывали влияние, если нужно оказывать влияние. Тут речь идет, что только… Тут вообще, на самом деле, есть вот… Я пока к этому вопросу, как бы, все подойти не могу со всей, как бы, силой. Ну, как бы, во всем вооружении, вот, философской, как бы, терминологии, да. Потому что философия вообще не любит заниматься реализацией. Философия все любит заниматься рассуждением, там. А когда дело до реализации доходит, она, как бы, там… Ну, философия же не наука. Да. Она этим не любит заниматься. Как Влад там пишет, кое-где. А тут ведь речь идет о реализации. Потому что нравственность, как получается, согласно нашим определениям, она невозможна без реализации. И если ты себя не реализуешь нравственностью, то ты просто, как бы, не находишься в поле нравственности. Если ты просто мечтаешь о том, как ты облагодетельствуй человечества, и даже будешь, желаешь всем добра и счастья, там. И молишься, там, за всех, то, тем не менее, ты все равно в сфере нравственности не находишься. Пока не действуешь. То есть, это, вот, известная, вот, известная дилемма между делами и верой. Я, да, просто считаю, что, как бы, монахов всех религий, не только христианской, вообще всех религий, где есть монахи, они сейчас практически везде есть, даже в исламе монахи появились. Они все-таки уходят из мира. Вот здесь, вспоминая твою региональную теорию, они, как бы, уходят в другой регион и пытаются там что-то реализовать. Эти два региона не пересекаются, они специально, сознательно уходят из мира. Они, как бы, оставляют этот мир на его собственное усмотрение и пытаются выстроить какую-то иную жизнь. Я понял, ты хочешь сказать, что религия не обязательно связана с нравственностью? Нет, я хочу сказать, что в религии, в религии поставлены цели практически во всех религиях. Они, вот, монахи, они пытаются создать какое-то другое инобытие, инакобытие пытаются создать, понимаешь? Иное бытие. Да я понял, понял. Не такое, которое здесь... Еще раз говорю, есть такая и другая. Твое рассуждение можно сделать... И вот с этой точки зрения – это нравственный поступок. Нет, твое рассуждение можно сделать более смысленно. Когда говорят о том, что религия и нравственность – это разные вещи. То есть, и указывают, допустим, на поступок... Кто там хотел сына-то своего убить? Исаак? Авраам. Авраам. Хотел убить своего сына. Понимаешь, как бы... Бог ему приказал там убить. Ну, ведь мы понимаем, на самом деле, что это означает. Это означает, что, там, послышалось ему, там, не знаю, привиделось, там, причудилось, там, во сне или где там, или... То есть, условно говоря, на свой страх и риск он воспринял это, вот, некоторого рода сообщение, как сообщение Бога. Там немножко другое объяснение. Просто в древних религиях... Не надо придумать... Вот, а забудьте еще раз, запомню, я не знаю, мне просто даже уже тяжело становится иногда. Дело не идет в конкретности из того, о чем Аврааме тут говорится. А речь идет о примере. Авраам хотел убить своего сына. Это, как бы, во-первых, убийство, во-вторых, сына. В любом случае, это никакого отношения нравственности не имеет. Понимаешь? Потому что он хотел совершить убийство. Но религиозный смысл это имеет, потому что ему Бог это сказал. То есть, Бог сказал, это религиозный смысл, но убить сына – это безнравственный смысл. Понимаешь? То есть, это первый пример. Второй пример с Йовом. Опять же, да? Бог, как бы, испытывает Йова, всю семью забирает, там, забирает все, что у него там было нажито, там, сам болезнью покрывается и прочее. Понимаешь? И как бы Йову, как бы, дилемма такая. Похулить Бога, так сказать, и умереть, да? Либо так остаться верным Богу. Опять же, это никакого отношения к нравственности не имеет. Но имеет отношение к религии. Понимаешь? Потому что с точки зрения нравственности… Просто отношение с Богом… Вот, послушай, отношение с Богом – это не отношение с другими людьми. И их нельзя ставить в этику. Они к этике не имеют отношения. Вот человек на острове, человек в монастыре, человек, общающийся с Богом – эти люди вне этики все находятся. Потому что эти, когда люди общаются между собой. Не важно. Еще раз говорю, что ты еще… Я же с этого и начал. Я говорю, что ту мысль, которую ты хотел высказать, можно высказать более, как бы, правильно, состоящую в том, что между нравственностью и религией может лежать вот такая граница, что религия – это одно, а нравственность – это другое. На самом деле, не обязательно человек религиозно имеет нравственное измерение. Потому что его взаимоотношение с Богом может быть специфическим, не нравственным каким-то другим. И на самом деле, об этом много говорил, кстати, Киркегор. Например, как раз примеры об Аврааме, примеры о Йове, на Гастрадальном. И все эти примеры указывают, что религия – это нечто другое. Там у него ужас, страх и трепет и прочее. То есть, Бог – это, скорее, некого рода особого рода отношение, как ты правильно говоришь, с Богом особого рода отношение, которое лучше всего выражается в этом ужасе, каком-то потрясении, фундаментальном. То есть, фактически, при взаимодействии конечного существа как человека и бесконечного как Бог происходит нечто особое, которое не может быть измерено конечными средствами, в том числе и этикой. Но, вот если мы внимательно обратим, то этот пример ведь только пример ветхозаветный. Потому что в Евангелии и вообще в христианстве вот эта нравственность стала необходимой составляющей религии. Почему? Потому что ветхозаветный Бог является только трансцендентным Богом, недоступным. И никаким образом не может быть соизмерим человек. И именно отсюда возникает, из-за пропасти между Богом и человеком возникает вот эта вот особая… А ты считаешь, Бог вычеловечился? Ну, подожди. Особое, как бы… Взаимоотношение Бога и человека особого рода. Пропасть между человеком и Богом. А человечество – это просто частное выражение того, что как бы между Богом и человеком нет теперь пропасти. И Бог точно так же подчиняется нравственности, как и человеку. Нет, просто ветхозаветный Бог и человек – они не равны, между ними не может быть этики. А этика, возможно, только между равными. Понимаешь? Нет, дело в том, что… Дело не только в этом. Дело в том, что Бог, который действует… Между Господином и рабом тоже этики нет. Просто Бог, еще раз говорю, действует… Его нельзя оценивать человеческими мерками. То есть, что такое этика? Это некого рода наше понимание того, что такое должное. Если Бог велит Аврааму убить сына, если Бог совершает по отношению к его свои какие-то действия, да, которые нам кажутся безнравственными, да, то мы просто… Это просто в силу того, что мы не можем измерять Бога такими вот такого рода средствами, если Бог так вот трансцендентен и запределен. А в христианстве, на самом деле, Бог и человек вступают в одну семью, и поэтому вся нравственность и все измерение этики, которые имеет человек, точно так же относятся к Богу. Теперь Бог не может действовать так безнравственно. Теперь Бог не может привелить человека, убить сына, не может по отношению к его поступить так же. Потому что он точно так же подлежит вот этому нравственному суждению. И если бы Бог вот так начал сейчас поступать, то это означало бы, что он был бы безнравственным, что просто в принципе невозможно. Потому что, я говорю, теперь в христианстве, когда между человеком и Богом вот эта пропасть пропала, да, когда Бог остался, конечно, трансцендентным, но тем не менее возник вот мост между человеком и Богом, если так можно сказать, в виде вот человека Бога, да, точнее Бога-человека в виде Христа. Вот когда возник такой мост, когда человек и Бог породнились в нечто одно, в одну семью, Бог точно так же взял на себя все нравственные требования, которые люди берут в отношения друг к другу. Потому что он является нашим отцом, да, то есть он как бы вступил в нас с нами взаимоотношения, в прямую связь. И точно так же Бог не может безнравственным поступать. Вот это существенное как бы различие. Получается, что в отличие от ветхозаветной религиозности, где действительно можно говорить о том, что религия и нравственность – это разные вещи, вот христианская религиозность исключительно нравственно, принципиально нравственно. Но я-то о другом хотел сказать, я тут начал говорить уже. Вот наш разговор о сознательности и валении, да, об активности. А активность проявляется в делах, естественно, да, других. Это на самом деле не что иное, как вот старая тема, как бы старый диалог о делах и вере. Ну вот апостол Павел говорил, что спасается только верой, да, а апостол Яков, ну и как бы вот апостол Иоанн, апостол Яков, по-моему, даже апостол Петр, они как раз настаивали на том, что вера без дел мертва. И мы понимаем на самом деле, что вот между верой и делами здесь нет такого выбора, не так, что только вера, не так, что только дела. Да, что здесь вот есть некого рода мост, точно так же, как вот когда я говорил о сознательности и активной воле. Нельзя сказать, что тут есть некого рода выбор. Сознательность является необходимым условием нравственности, но недостаточно, да, если есть сознательность, то не обязательно есть нравственность. Точно так же вера является необходимым условием христианства, необходимым условием спасения, но и не является достаточным. Потому что если вера есть, но она абстрактная, бездеятельная вера, то этого недостаточно, потому что вера должна проявлять себя в делах. То есть на самом деле вот этот разговор о вере и о делах есть не что иное, как вот просто в других терминах разговор о сознательности и об активном валении. Потому что активное валение, о котором я говорил, оно действительно именно есть то самое валение, которое проявляет себя в добрых делах. И фактически вот наше определение добра теперь проявляет себя, я получила еще одно такое подтверждение косвенное, да? Оно даже указывает на то, что вот, ведь это определение указывает на то, что добро должно быть обязательно активным делом. Не просто желанием добра абстрактным. Я желаю кому-то добра и ничего не делаю. Понимаешь? Добро должно быть не просто желанием добра, а стремлением это добро, то есть это пользу, да, а стремлением это пользу принести. То есть действием. То есть намерение, оно предваряет действие, но в этом намерении, как бы, но это действие не заканчивается на намерении. А намерение, как бы, просто в намерении указано наше свободное волеизъявление. В намерении мы видим, что мы действуем свободно, и мы направляем свою свободу на реализацию определенного рода замысла. И этот замысел осуществляем. В христианстве как раз и явлено такое добро, где на самом деле недостаточно только констатации, недостаточно только заверений, знаний, осознанности. Вот постоянно мы сейчас наталкиваемся только о стоке осознанности, что вот мы будем говорить Евангелие, Нагорная проповедь, Напольная проповедь и прочее, что вот все это правильно, я все это принимаю, а сам на самом деле ничего не делаю, никак не участвую в жизни, никаких поступков в отношении к другим людям добрых не совершаю. Вот это вот недостаточно, ведь мы уже много знаем таких христиан, которые согласны с христианством, которые считают, что это истинно, но ничего не делают в этом смысле христианских дел. Живут в некотором роде абстрактное христианство. Так вот, абстрактное христианство на самом деле, это не христианство просто. Или иначе в наших христианах абстрактное добро – это не добро. Абстрактное добро – это только пожелание некоторое, это не реализованная свобода, это просто как бы замысел. В лучшем случае, вот то, что мы называем сознательность. Это проявление сознательности, которое является необходимым условием нравственности, но недостаточно. Вы различаете, в чем состоит необходимость и достаточность? Необходимость – значит, без этого нельзя. Достаточность – это означает, что если данные условия есть, то это означает, что то, что мы хотим высказать, сделано. То есть, если есть свобода, осуществленная свобода, то этого достаточно для того, чтобы говорить о нравственности. Ну, по свободу, по отношению, направленную по отношению другому человеку, каждый раз оговариваться. Не просто свобода, потому что мы можем и техническое новшество внедрять, и точно так же проявлять свободу, и точно так же ставить цель ее осуществлять. Но это не имеет никакого отношения к нравственности. Потому что свобода, я говорю, она не только лежит в сфере нравственности. Свобода – мы свободны по отношению к вещам, мы свободны по отношению к животным, и мы свободны по отношению к людям. Нравственность возникает только когда мы свободны по отношению к людям. Когда мы по отношению к вещам свободны, или по отношению к животным, хотя к животным промежуточное состояние, мы говорили об этом тоже. Иногда это измерение тоже называют нравственным. Но это особого требует исследование. По крайней мере, по отношению к вещам мы не можем быть в сфере нравственности. Если эти вещи, еще раз говорю, являются ничьими вещами. Опять же, если через них мы опять не относимся к другому человеку. Ведь вещь может быть последующим элементом взаимоотношений людей. И вещь может кому-то принадлежать, и получается, что через вещь я взаимодействую с тем человеком. Причтожая эти свои имущества, мы совершаем безнадостные позиции. Да, именно так. То самое главное, я считаю, что мы все-таки умудрились найти правильное определение добра и зла. Мы сначала рассматривали как гипотетическое, пытались на разных примерах исследовать. И в всякий раз я просто обнаруживаю, что это определение работает во всех случаях. То есть я еще ни разу не нашел, мы уже много всяких проблем изучали. И в всякий раз именно с помощью этого определения все удается на своей полочке, по своим местам расставить. Спасибо. 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 Спасибо.